это вы искали как правильный день прекрасно вы понимаете того как вы начнете день зависит как пройдет и этот день и вся ваша жизнь то и станет начало рабочего дня фундаментом крепкого здоровья или причинами расчисленных болезней зависит именно от его начала знаете я врач фитотерапевт диетолог борис качков более 25 лет занимаюсь лечением я публиковал уже десятки книги брошюр сотни статей в интернете стал искать похожую информацию я понял как вам тяжело знаете даже специалисту сложно разобраться в том многообразие советов часто друг другу противоречащих поэтому я и написал это видео зная нормальную физиологию обмена веществ физиологию человека и и вам судить прав я или не прав будете вы что-то из этого использовать частично или полностью это ваше право и так с чего я советую вашей день когда вы проснулись можно даже широко глаза не раскрывать вы должны обязательно потянуться и взять стакан воды знаете тут многие допускают ошибку они пьют всю воду сразу этого не стоит делать выпейте вы с утра бедро воды стакан воды или два-три глоточка не имеет большого принципиального значения в желудке все равно площадь одна и та же всасываться вода будет с одной скоростью два-три глоточка не перегрузит вам желудок но система всасывания будет работать для чего вам это нужно знаете вы спали от 6 до 10 часов вы дышали вы потели то есть вы теряли воду кровь стала более густой и с утра кровь густая а самая густая кровь с часу до 3 ночи но в это время высокая вероятность инфаркта инфультов она увеличена в 3-4 раза но правда эта смертность определяется ужином если вы неправильно поужинали риск высокий риск в это время умереть познакомиться с кардиологом как минимум есть но правильный ужин это в другом моем видео ищите на моем канале а пока вы выпили воду и вы сделали кровь более жидкой и это очень правильно вот после этого вы можете потянуться напрягаете максимальное количество мышц и активируете крово и лимфообращение можете проверить по пульсу ситуация реальной работы сердце начинает работать более интенсивно на более жидкой крови и обеспечивает работу и мозга и печень и почек то есть они здесь просыпаются и тут принципиально многие советуют начали потянуться а потом пить воду а то густая кровь потянуться заставить сердце с утра качать сметану это способ нарушить его работу ни в коем случае так делать нельзя вначале два-три лодочка воды потом мышечная деятельность активировали все прекрасно для многих кстати вот такое подтягивание заменит великолепно утреннюю гимнастику зарядку не нужно слишком интенсивно с утра себя нагружать это тоже распространенное заблуждение заставлять работать организм на пустой крови не нужно в крови еще ничего нет что он даст вот такой небольшой объем жидкости кроме всего прочего ну больше практически ничего дальше вы тянетесь обратно за водой и тут допивать уже весь стакан в течение часа после воды желудок должен ответить выработкой желудочного сока должен появиться аппетит вот тут вы должны сделать правильный завтрак правильный завтрак смотрите другое видео на моем канале если в течение часа после стакана воды у вас аппетит не появился вы должны систему усилий значит желудку не хватает раздражений когда вы к стакану воды добавляете раздражитель самый простой лимон конечно такой объем не нужен эта порция на 3-4 дня вот такая кислота с водой раздражает желудок более активно и он выделяет желудочный сок хорошо и просто в течение часа хороший желудок выделить за 20-30 минут появился аппетит кстати вместо лимона вы можете использовать клюкву бруснику яблочный уксус просто уксус вишневый сок какой хотите любая кислота раздражает желудок и усиливается сокогонный эффект что еще усилить кислота стакан воды он активирует и перестатку кишечника и помогает очистить кишечник с кислотой в большей степени то есть вы тогда можете фактически выполнить те восточные рекомендации которые говорят о том что последний ночной меридиан это меридиан толстого кишечника нужно его активировать чтобы очистить от грязи за вчерашний день свой организм а меридиан жутком первый зуб после рассвета мы активировали таким путем оба действия сделали и толстый кишечник и желудок все прекрасно вы не активировали только один раз я его очень люблю это печень конечно печень кислоту тоже возьмет хорошо но ей бы больше все-таки сладость она более сладкоежка поэтому к этой ситуации я вам советую добавить другую тему мед густой жидкий без разницы чайной ложки вполне достаточно даже при сахарном диабете это не противопоказано вы можете съесть так можете в прикуску с водой можете растворить в воде не вопрос вечера еще любая проблема то есть как хотите так и делаете лишь бы это все произошло мед это 50 на 50 глюкозы и фруктозы великолепное топливо для печени активируется фильтр активируется пищеварение активируется обмен веществ улучшается настроение почему от проблемы печени есть такой утренний утренняя проблема называется утренние или печеночная линия если печень работает плохо всех утром проснулся вроде руки-ноги есть работать не хочется вот вы медом с водичкой с каким-то источником кислоты активируйте печень все прекрасно печи работает хорошо если вы похватились поздно поздно увидели это видео у вас есть синдром хронической усталости это говорит о том что печень в более запущенном состоянии лучше страшно там можно и помочь вы видите контакты вы легко можете по ним обратиться что он даст еще такой завтрак он фактически вам омолодит обмен веществ и будет поддерживать его хорошо вот на таком активном уровне потому что чем активнее обмен веществ тем вы моложе а соответственно тем продолжительность вашей жизни выше если вы это видео увидели а вам уже далеко за 40 вы можете вот после такого легкого аперитива обязательно съесть вот это украинское сало ведь она немножко запачка но это не грязь это специи это пряности которые вот я обваливаю сало в пряностях великолепно сало само по себе великолепное желчегонное и великолепное противо атеросклеротическое средство с пряностями это еще лучше поряд дурное сало бы с либо вот поэтому ломтик хлеба тоненький толстого не надо вместе ну для человека некрупного этого достаточно для человека крупного и двух ломтиков нужно будет вот это великолепный завтрак самый простой завтрак который обеспечит вас энергией обеспечит очищение сосудов и обеспечит фактически сохранение молодости вот будет этот завтрак после стакана воды с каким-то соком в кислым еще лучше но не сразу час-полтора вы должны выждать да прекрасно если же у вас утра вы проснулись аппетит есть вам не обязательно стакан воды вы можете сделать у тебя несколько лоточков потянулись и через 10 минут если появился у вас аппетит пожалуйста съедайте бутерброд великолепный правильный бутерброд который активирует обмен веществ и фактически старт с утра вы сделали для своего организма самый лучший великолепный конечно вот есть часть людей которым это не очень подходят конечно сало с утра если у человека есть камни в жестом пузыре или есть хронический панкреатит так быстро не получится уже просто давать вначале небольшие порции тренировать систему если есть камни в жестом пузыре сало лучше рассасывать если появляется боли на сало ну тогда такой старт дня у вас не проходит кому может не подойти стакан воды стакан воды можете подойти тем у кого гастрит стадии обострения язвенная болезнь да холодная вода да она усиливает секрецию она улучшает пищеварение но в данном случае секреции так усиливает ну тогда вам придется его подогреть или оставить не просто стакан воды до утра а воду в термосе она к утру будет тепленькой в тепленькую водичку выпили тепленькая водичка помогает раздражать кровь и не стимулирует секрецию желудочного сока чтобы не раздражать желудок все легко и просто то есть вы легко таким образом можете начать день и по большому счету вы создаете великолепный фундамент для вашего здоровья если у вас будут вопросы обращайтесь в контакты видите телефоны электронную почту обращайтесь а правильный ужин и правильный завтрак то есть как начать и как закончить день ищите видео на моем канале